всем привет мои любимые стилисты и мои дорогие подписчики подписчики моего канала анны комаровой этот канал посвящен всем людям которые любят делать прически свадебные прически и макияж и тем людям которые хотят только научиться делать потрясающе красивые прически сегодня у нас с вами урок который называется восточный хвост восточный хвост в стиле анны комаровой он без кудрей он без каких-либо переплетений он очень монолитный и состоит из двух больших форм вот выполняется он достаточно легко если держать в голове форму вот поэтому я надеюсь что у каждого из вас получится сделать практически такой же хвост и очень важный момент почему собственно откуда возникла идея этой прически в моем туре 8 заповедей стилисты мне часто задают вопрос анна а можно ли сделать восточный хвост без дополнительных прядей отвечаю можно в этом уроке я делаю восточный хвост без дополнительных прядей только из натуральных волос вам понадобится гофре и ваши ручки начинаем вот такую прическу мы сегодня с вами будем делать итак наша модель вот такие вот натуральные не крашеные волосы достаточно длинные и средней густоты что мы с вами делаем нам конечно же обязательно нужных начали расчесать после этого мы делаем пробор и отделяем шляпную зону а проходя через височные впадины и точку наименьшего объема и отдельно отделяем височные зоны дальше начинаем гофрировать для затылочной зоны вам понадобится более крупные гофре но бывает в разных фирмах крупная имеется ввиду по ширине и по глубине зубцов просто так будет немножко быстрее сделать гофре по всему затылку главное что вам нужно делать когда вы делаете гофре очень хорошо прожимать потому что некоторые когда делают гофре оно как-то недостаточно качественное его делает его не хватает каждый слой я расчесываю прочесываю очень хорошо и переходим на височную зону здесь мы уже будем делать среднее гофре то есть не самая мелкая но и не самая крупная то есть средняя гофре обычно у такого гофре глубина зубцов два миллиметра два с половиной миллиметра я гофрирую все волосы по длине и не дохожу буквально сантиметров 10 их я оставляю прямыми все то же самое я делаю на шляпной зоне в зоне челки на макушке полностью всю 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 голову я вот таким вот образом гофрирую перед этим можно сделать термозащиту хотя я чаще всего термозащиту не использую при работе все прочёсываем еще раз это очень важно потому что одно дело загофрировать и совсем другое хорошо прочесать создать вот за тот самый объем как обычно после этого я делаю макияж этот макияж я для вас записала и совсем скоро я также его выложу посмотрите как делать вот этот не очень сложный но очень эффектный макияж а тут я использую тон make a forever палетку бека амбре ресницы тени армани вот корректор и в общем то вот пап помада тоже армани и вот наш уже макияж практически готов тут я тоже использовала при работе с макияжем губ технику амбре также расскажу про нее как визуально увеличить любые губы это сейчас очень модно как вы знаете делать губы чуть более пухлыми чем они есть на самом деле вот он наш макияж готов скоро выложу урок по этому макияжу приступаем к прическе и так а отделяю опять височные зоны отделяю шляпную зону и полностью всю затылочную зону я поднимаю наверх просто закрываю вот такой вот резинкой после этого одеваю валик и валик с двух сторон закрепляю начинаю делать начес начал должен быть очень воздушный легкий для того чтобы у вас появился воздух в волосах но ни в коем случае не запутанные волосы вы просто добавляете воздух в волосы и все вот немножечко подкручиваю концы вот уже на этом этапе можно прям вместе с начесом тем самым вы сделаете еще больше объема перехожу к шляпной зоне отделяю 2-3 сантиметра делю на две части после этого вытягиваю прядочку толщиной буквально 2-3 миллиметра для того чтобы спрятать гофре хотя тут задачи у меня нет полностью спрятать гофре я буду прятать лишь частично для того чтобы у меня было две текстуры и прямые волосы и гофрированные волосы извиняюсь три текстуры еще и накрученные волосы так вы знаете я люблю экспериментировать и соединять несколько текстур в одной прическе таким образом прическа смотрится более такую богатой и нарядной это как знаете в одежде прием когда используют например джинсовую ткань мех и шелк да то есть и это всегда смотрится как-то очень круто дизайнерски тут тоже самое тот же самый принцип мы сочетаем разные текстуры возможно несочетаемые и из этого получается нечто необычное и красивое вот полностью закрепляю по периметру невидимками вот это называется метод штопка и после этого прочесываю верхний слой изнутри сделаю такой небольшой начес методом тупировки и раскладываю хвост сверху валик ваша задача конечно же добиться того чтобы было незаметно незаметен валик можно где-то изредка подкалывать шпильками для того чтобы этот объем по валику у вас попросту не разваливался вот но тут вы смотрите это в общем-то делать необязательно и так а полностью по кругу я все прочёсываю очень хорошо и тщательно и раскладываем очень важный момент что начеса быть должно не должно быть видно все он должен быть у вас внутри но сверху его не должно быть видно то есть должны быть просто прямые волосы вот здесь я по кругу вставляю шпильки но изнутри такое секретное крепление для того чтобы никто не знал что они там есть внутрь вставляю соединяю несколько слоев которые я начесывала и все переходим на височные зоны отделяю а прядочку два сантиметра вытягиваю паровым утюжком начесываю в два слоя это очень важно расчетка как вы видите я использую классическую для стрижки которая и после этого подкладываю как бы два пальца переворачиваю и фиксирую возле так называемого бублика и кончики волос можно немножко подкрутить и разложить перехожу на вторую сторону здесь делаю то же самое отделяю два сантиметра вытягиваю утюгом после этого начесываю начесываю достаточно глубоко плотно вот потому что именно эта точка мне дает объем на духом а для нас это очень важно если у вашей клиентки хоть немножко ушки торчат то вам нужно делать в этой точке как можно больше объема для того чтобы скрыть у меня у моей модели ушки не торчат да но тем не менее всегда вот в этой точке мы делаем объем так будет смотреться всегда более женственно и нарядно нежели когда мы делаем вот эту зону без объемной ну по крайней мере сейчас намного более актуально так а перехожу к шляпной и зоне челки беру пудру пудру использую осис и немного наношу пудры буквально в зону челки немного вот вы видите сколько наношу какое количество больше не нужно потому что если нанести больше то можно испортить просто напросто и потом пудру же я начесываю вы можете вначале вбить ее немножко пальчиками но потом обязательно начесать и вот вы видите как у меня уже начинают прямо таки вставать волосы да за счет вот этой вот пудры вот то же самое я делаю на последних височных зонах обязательно протягиваю утюгом для того чтобы сделать движение немножко пудры вырабатываю начесываю вот и поднимаю эту зону наверх мне очень важно сделать красивую линию наверх кто знает хорошо мои техники вы знали что раньше я никогда вот эти зоны не клала под углом 45 градусов наверх это новая тенденция эта тенденция уже на 17 а то и наверное даже 18 год но самый главный секрет в том что как я уже сказала зона над ухом у вас ни в коем случае не уводится под 45 она уводится под 90 а уже последующая зона которая идет вот именно обрамляет лицо она может у вас уйти наверх под 45 вот и начинаю очень аккуратненько раскладывать вытягивать такие красивые тонкие прятки для этого я использую такую расческу но можно то же самое сделать и пальчиками раскладываю прямо такие мини ребрышки делая на височной зоне со второй стороны я делаю то же самое мне нужно дать как бы такую волну если меня не четко уходит наверх начале у меня идет как бы немножко назад прядь потом разворачивается и уходит к самой высокой точке к точке ну тут на два сантиметра выше точки наименьшего объема в данном случае все закрепили и последняя прядочка это у нас самая важная часть это челка я постоянно про это говорю что вы можете сделать безумно красивую прическу сзади но если вы не сделаете красиво спереди это прическа сзади уже никому не нужно вам нужно сделать красиво шикарно нарядно спереди почему потому что ваша невеста клиент будет на себя смотреть в зеркало и именно когда она смотрит на себя в зеркало она должна видеть что она красиво и неотразима вот тут я делаю очень такой секретный момент больше никому не расскажу кроме вас про этот момент того чтобы сделать вот такие ребрышки я вы вытягиваю одну прядочку вытягиваю потом три сантиметра не вытягиваю потом опять вытягивают три сантиметра не вытягиваю. И у меня получается как раз таки вот такими с одной стороны ребрышками, но ребрышки у меня подтверждаются еще и соединением двух текстур. То есть прядка прямая, прядка гофрированная. Это смотрится очень деликатно и очень красиво. Я так уже в нескольких прическах пробовала и мне очень нравится. После этого я прорабатываю лаком, сухим в данном случае лаком. Жидкий спрей здесь, к сожалению, не подойдет, потому что, конечно, я жидкий люблю больше. Ну, куда деваться. И здесь прорабатываем вот прядочка за прядочкой полностью наш хвост. Напоминаю, он сделан без дополнительных волос. Мне кажется, что получился просто гиперобъем и даже я бы сама не поверила, если бы мне сказали, что этот хвост сделан без дополнительных волос. Я бы, наверное, спорила и запустила туда ручки, чтобы проверить. Но нет. Вот эта техника гофре начеса, воздушного начеса, она позволяет сделать вот такой гиперобъем без использования дополнительных волос. В данном случае вам нужна лишь только длина. Если есть длина, то все, у вас уже готовая прическа. Вот наша модель. Я сама любуюсь, смотрю и любую, что у нас получилось. Это нечто новое. Почему? Потому что раньше практически все прически, которые я показывала, выкладывала, они были из кудрявых волос. Эта прическа, как вы видите, полностью из прямых волос. И это нечто необычное и новое. И при этом в этом что-то есть более такое совершенное и классическое. Потому что кудри, они всегда создают такое более игривое настроение, более такой девичий какой-то настрой. Это более такая элегантная прическа. И она, конечно же, должна совпасть с характером вашей клиентки. Это должна быть уверенная в себе девушка, статусная девушка, которая знает себе цену, которая понимает, что она великолепна. Потому что такую прическу нужно прям вот нести. и вот моя модель как просто невероятно подошла под этот образ. Моя потрясающая модель. Кристина, спасибо тебе большое за то, что мы с тобой сделали такую красоту. И, собственно, она сейчас пойдет на званный вечер. И я думаю, что она будет привлекать все взгляды вообще на этом вечере, потому что действительно получилось неотразимо. Я вас целую, я вас обнимаю. Моя модель шлет вам поцелуй, привет, спасибо. Ну что, как вам такая прическа? Объемный восточный хвост из своих натуральных волос. Это же просто, я не знаю, сказка. Потому что чаще всего для достижения такого большого объема нужны пряди как минимум полтора комплекта. А тут все из своих волос. Вам для этого нужно только гофре и хороший правильный начес. Девочки, еще раз хочется ответить, наверное, на огромнейший вопрос, который мне постоянно задают. Зачем я вас всех учу? Для чего? Девочки, на данный момент уровень свадебных услуг настолько низкий, что мне его хочется повысить. в целом во всей стране. Поэтому я абсолютно бесплатно выкладываю это видео и все свои видео. Для того, чтобы вы тренировались, для того, чтобы вы делали своих невест намного красивее, и для богаче, 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 и богаче. И Ну все, я вас всех целую, обнимаю, берите в ручки утюжки, гофре, зовите своих подружек и начинаем отрабатывать. Я ваш учитель и я вам говорю, начинаем отработку. Все, пока-пока, я вас целую, до свидания.